Всем привет дорогие друзья! Сегодня я хочу показать вам, как я готовила тортик своему ребеночку на 2 годика. Тортик очень вкусный, очень насыщенный, шоколадный. Тортик по мотивам молочной девочки, это у нас будет шоколадная девочка. Очень насыщенный и шоколадный, с фруктами, понравился реально всем гостям. Так как тортик произвел фурор на дне рождения, я решила приготовить еще пол порции для того, чтобы показать весь рецепт вам. Советую начинать именно с заварного крема, потому что ему дольше всего остывать. Из общего количества молока капельку отставляю в другой емкости. В кастрюльку добавляю сахар и нужно молоко поставить на огонь и довести его будет до кипения. В емкость, где у нас немножечко молока, добавляем яйца. Так как я делаю на пол порции, то я буду использовать полтора яйца. Они у меня пойдут полтора яйца и в крем, и полтора яйца в тесто, поэтому очень удобно было поделить. Я взболтала одно яйцо и половинку его добавила сюда. Теперь добавляю сюда крахмал. И все это нужно хорошенечко перемешать, для того, чтобы не было у нас никаких комочков там. Как раз закипело молоко, и его тоненькой струйкой большую часть вводим в крахмальную смесь. Возвращаем в кастрюльку и, постоянно помешивая, доводим на огне до кипения. Долго не кипятим, буквально минутку-две после первых пузырей. Затем нужно будет наш крем накрыть пленочкой встык, для того, чтобы не образовался никакой конденсат, и отправить его полностью-полностью остыть. Теперь можно приступать к коржам. Здесь у меня уже отвешенная сгущенка, и добавляю к ней яйца. Сгущенка, вы видите, у меня не вареная, обычная белая сгущенка. У кого в банке 380, у кого 400 грамм, здесь особо не принципиально, эти 20 грамм роли не сыграют. Перемешали сгущенку хорошенько с яйцами. И теперь будем добавлять сюда какао. Какао у меня хороший, насыщенный, шоколадный. После какао будем добавлять разрыхлитель и соду. Некоторые делают только на разрыхлителе. Вы можете и так это сделать, в принципе. Но мне больше нравится, когда они работают в дуэте. Разрыхлитель создает более мелкие поры, а сода создает более крупные такие поры. Более воздушные получаются у нас коржи. И так как у нас здесь есть какао и довольно большое количество его, оно прекрасно погасит соду. И соды вообще не будет слышно. Поэтому я обычно беру смесь именно из разрыхлителя и соды. И затем сюда же буду просеивать и муку. Муки здесь не так много. Тесто получается довольно легким. По консистенции такое же приблизительно, как и бисквитное получается. Собственно, тесто у нас практически готово. Осталось его только хорошенечко перемешать. Буквально 2 минутки и тесто у нас готово. Перемешиваем его до однородности. Получается вот такая вот красивая, насыщенная, шоколадная, ароматная масса. И теперь можно печь. Единственный минус молочной девочки в том, что она может прилипать. Но я буду использовать тефлоновый коврик. И буду делать форму вот таким вот разъемным кольцом. Вот так удобнее. Можно начертить. А мне вот так вот удобно в разъемном кольце. Так лучше распределить и намного удобнее это сделать. Что разъемное кольцо, что тефлоновый коврик я заказала на китайском сайте Нью Чик. Его качество на высоте. Вы видите, как просто с ним работается. Поэтому у вас обязательно должна быть такая форма. Теперь отправляю эти коржи печься минут на 10 в духовку на 180 градусов. Но проверяйте. Они сверху должны быть уже как сухие такие. Затем сразу же переворачиваю и снимаю с тефлонового коврика. Вы видите, как от него хорошенько отошли коржи. Коржи должны быть еще немного мягкие. Они не должны у вас превратиться в сухари. Коржи получаются очень вкусные. Вам мой ценитель не даст соврать. Он понадгрызал половину моих коржей. Теперь уже можно приступать к крему. У нас полностью остыла заварная основа. К ней я добавила и уже отвешенную сметану. И добавляю сюда оставшийся сахар. Теперь осталось только хорошенечко перемешать. Взбиваем эту всю массу. Буквально просто до растворения сахара. Особо перетруждаться здесь не нужно. Воздушности нам и так дает сметана. Учитывая, что большая часть крема у нас впитается в коржи. Вот такой вот легкий и воздушный крем у нас получился. На день рождения я пробовала делать его с кокосом, но особо разницы не почувствовала. Поэтому делала просто как сметанный пломбир. Буду делать я тортик с фруктами. У меня в этот раз здесь киви, ананасы и бананы. Можно было добавить еще немножечко апельсина. Тоже было бы интересно. Ананасы у меня консервированы и нарезаны вот такими кусочками. Но для того, чтобы кусочки были помелче и немножечко на квадратики такие были, чтобы удобно было кушать, я их еще разрезаю напополам. Также сюда буду добавлять банан. Банан режу вдоль на 4 части. И потом просто в тарелочку примерными такими тоже квадратиками разрезаю. Количество фруктов вы варьируете по своему вкусу, сколько вам хочется, собственно. Перемешаем это все и можно взбрызнуть немножечко лимонным соком для того, чтобы банан не теменел. Но если у вас, допустим, какие-то фрукты типа апельсина кислая, можно этого не делать. Теперь можно уже приступать и к сборке тортика. Собственно, все приготовления у нас закончены. Нанес в обязательном порядке немножечко крема для того, чтобы тортик не ездил. Ставим также крем, довольно такое хорошее количество, сверху на корж. И максимально равномерно стараемся разделить, чтобы у нас потом на все коржи хватило фруктов. Распределяем наши фрукты, не забываем про края. Для того, чтобы пропитался хорошо нижний корж, точнее верхний корж, его снизу немножечко тоже промазываю кремом. Он так намного лучше пропитается. И продолжаем нашу сборку. Тортик получается невероятно пропитанный. Ему в холодильнике желательно провести хотя бы часа 4, для того, чтобы он хорошенько у вас пропитался. А лучше на ночь его оставить. Тортик я дальше продолжу собирать в разъемном кольце. Так его удобно будет поставить под пресс. Я все свои тортики ставлю под пресс. Они так более стабильно себя ведут после, ну и во время украшения. И, собственно, пресс на этот тортик нужно не очень большой ставить, чтобы у нас не повылазил ни крем, ни фрукты. Буквально, учитывая то, что тортик у меня в кольце, буквально где-то килограмма полтора-два нужно поставить пресс. И затем либо смазывать сверху кремами, остатками, либо украшайте как вам нужно. Собственно, тортик уже у нас готов. И дайте ему постоять и пропитаться. Он невероятно вкусный. И я уверена, он понравится вам и вашим гостям. Не забывайте, конечно же, поставить палец вверх. И удачной вам выпечки. А с вами, как всегда, был Кекс. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok